Алексей Потоцкий ушел на войну в августе 41-го 17-летним парнишкой. Окончил школу младших командиров, был связистом. Основная его боевая жизнь прошла в частях 244-го разведартиллерийского дивизиона Береговой обороны Черноморского флота. Служил в Севастополе, участвовал в освобождении Новороссийска, Тамани и Керчи. Одна из многочисленных наград – медаль за отвагу. Внучка Юлия вспоминает, эта медаль была для ее дедушки самой дорогой. Бой шел, и им нужно было вычислить, где гитлеровцы засели, где их засада была с боеприпасами, и их уничтожить так, чтобы не осталось ни следов от снарядов, ничего. И они нашли точку, и все сделали настолько умело, за что он и его сослуживец получили эти награды за отвагу. Точными метким ударом артиллеристы уничтожили вражеский склад боеприпасов. Алексей Потоцкий был готов отдать жизнь ради победы над врагом. Для меня дедушка – это, наверное, один из главных людей в моей жизни. Его 21 год уже с нами нет. Но я его очень люблю, для меня этот человек действительно герой. После войны Алексей Васильевич встретил свою будущую супругу. Участвовал в становительных работах родного города Анапа. Праздник День Победы для семьи был и остается самым святым и важным. Каждое 9 мая мы ходили с дедушкой на демонстрации, на парад. Даже фотография у меня есть, это я маленькая. Всегда брали с собой цветы, поздравляли ветеранов. Очень много сослуживцев тогда было в живых дедушкиных, с которыми они служили все. Это день, наверное, самый дорогой в его жизни – 9 мая. Потому что все действительно – это второй день рождения, наверное. Внучка Алексея Потоцкого Юлия очень гордится своим дедом, участником Великой Отечественной. И даже своего маленького сына Леши назвала в честь любимого дедушки. Время идет, а вместе с ним уходят и участники тех событий. Но память о ветеранах войны всегда останется в сердцах близких и будет передаваться от поколения к поколению.